И снова на этой неделе сердце наше с Запорожьем разрывается от того, что мы видим эти кадры, когда ракета влетает в обычный такой жилой дом. Наиболее страшно, наверное, на это видеть, что вот такая обычная жизнь нормальных людей, как в любом другом городе, такие дома есть в любом другом городе. И вот прилетает этот дом ракета, гибнут люди, десятки раненых. И хотя на этой неделе во многих областях Украины и в Киевской области погибли мирные люди, но почему-то именно эта запорожская картина, конечно же, стоит перед глазами. Там рядом вот эти камеры стояли на торговом центре. Я думаю, что россияне, конечно же, цели в торговый центр, когда погибло больше людей. Они любят стрелять по торговым центрам россияне, но попали в жилой дом. Все равно им кого-то удалось убить. Поздравляем российскую армию с успехами военными. Конечно, кое-что вам удается, да пока еще. А нам ничего не остается, кроме как не забыть и не простить. Больше мы ничего сделать не можем. Просто мы душой вместе с Запорожьей. И со всеми городами, которые подвергаются ежедневным обстрелам. В далеком уже 2008 году в Государственном биологическом музее города Москвы, музее имени Тимирязева, прошла высококудожественная акция. Название, которое сегодня произнести мне не позволит система Ютьюба. Если я скажу вслух, меня могут даже забанить, поэтому я буду рассказывать вам по буквам. Итак, первая буква Е, вторая Б, третья И, четвертая С и пятая мягкий знак. Я надеюсь, вы смогли услышать и прочитать. Вот так, первое слово вот это вот. С за наследника медвежонка. Называлась эта акция. С за наследника медвежонка. Почему было это именно так? Проходило все это на фоне выборов президента Российской Федерации, который в 2008 году выиграл, как вы помните, медведев. Он был тот самый наследник медвежонок. Ну а сама акция проходила на фоне выборов в ментальном смысле, а физически на фоне чучел медведей. Медведей. На фоне чучел медведей проходила эта высококудожественная акция группы «Война». Участники группы «Война» зашли в музей Тимирязева, разделись. Они были в парами, разделись, встали в известную позу, названную в честь членостоногого, и стали заниматься сексом друг с другом. Таким образом, они показывали, что всю страну поставили вот такую позу и заставляют вместо Путина выбрать никому неизвестного Дмитрия Медведева. Вот такой политикой занималась группа «Война» в 2008 году. И тогда еще сразу не ссылали в тот же момент в Сибирь. Хотя некоторые из ее участников потом в Сибири оказались. Надежда Толоконникова, в частности, участница этой акции, потом стала участницей группы «Пусьер». «Пусьерают» и за панк «Молебен Богородицы Путина Прагани» все-таки в тюрьме оказалась. Вот. И почему я вспомнил на этой неделе, почему я вспоминаю именно эту акцию за наследника «Медвежонка». Потому что эта неделя в Российской Федерации ознаменовалась тем, что два наследника «Медвежонка» «Ца» между собой. Вот делают то самое между собой. Делают то самое друг с другом. В России неожиданно образовалось два наследника «Медвежонка» одновременно. Имеется вот два наследника «Путина» и оба «Медвежата». Дмитрий Медведев и Мишустин. Мишустин. Как зовут Мишустина, я не помню, но мы его запомним просто как Мишустина. Вряд ли кто-нибудь вспомнит когда-нибудь, как его звали. Мишустин – это премьер-министр Российской Федерации. Дмитрий Медведев на этой неделе отметился тем, что собирался уничтожить несколько архитектурных памятников, наверное, несколько зданий. Сначала за то, что Путина объявили в розыск, за то, что суд в Гааге объявил в розыск Путина, Дмитрий Медведев начал угрожать суду в Гааге тем, что, как же это называется, это не гиперзвуковая, а еще какая-то хуже, ультразвуковая ракета «Оникс» прямо из Северного моря, как сказал он, прилетит и ударит по зданию в Гааге. Откуда в этом Северном море ракета «Оникс» мы не знаем, ведь единственный корабль отбирал Горшков, который носит эти якобы ракеты, уплыл давно в потамак, по словам того же самого Дмитрия Медведева. Но решил он уничтожить здание, подчеркнув, здание суда в Гааге. Потом ему показалось мало. Узнав о том, что Германия все-таки собирается арестовать Путина по этому самому ордеру, Дмитрий Медведев, он же наследник «Медвежонок», сказал, что уничтожит он теперь уже здание Бундестага. Именно Бундестаг будет уничтожен, здание германского парламента. Итак, одно здание с другим в Европе собирается уничтожать наследник «Медвежонок». Наследник «Медвежонок» угрожал также ядерной войной. Да, он давал большое интервью каким-то там журналистам и сказал, что будет апокалипсис, он знает и такое слово. Угрожал войной ядерной. Интересно, что суд в Гааге все-таки не стал молчать. Не стал молчать по этому поводу. Ведь очевидно совершенно, если суд вынес некое решение, объявил кого-то в розыск, а некий человек угрожает этому суду, то это угроза суду. Такие статьи в уголовных кодексах стран есть, в общем-то, везде. Но суд в Гааге в своем заявлении, где он объяснял неприемлемость данной позиции. Интересно, а да, это, извините, это был Евросоюз, по-моему, который заявлял неприемлемость данной позиции. Он не стал называть Медведева по имени. Видимо, Дмитрий Медведев теперь человек, которого нельзя называть. Поэтому вместо того, чтобы сказать Дмитрий Медведев, они сказали высокопоставленный российский руководитель или там чиновник. Вот так теперь называют в Гаге Дмитрия Медведева. Вот такой Медведев-Грозный, видимо, да. Если Медведев вернется-таки на трон, действительно станет наследником-медвежонком, надо будет ему сразу дать прозвище Грозным. Вот был Иван Первый Грозный, теперь Медвежонок Первый Грозный. Но есть и Медвежонок Второй, который явно совершенно претендует на место наследника Медвежонка – Мишустин. Мишустин – это слово Мишутко. Понимаете, Медвежонок тоже. Мишустин. Мишустин это такой премьер-министр России. На этой неделе он успел встретиться с товарищем Си, чем вызвал ярость и зависть остальных чиновников, потому что Си доверено встречаться только, так сказать, руководителем небесного уровня господину Путину и вот Мишустину. Мишустин вдохновил видимо визит Си. Он пришел в Государственную Думу и выступил там с четырехчасовой речью. Четыре часа. Такое не позволено даже Путину. Путина ограничивают, Путина допускают, выпускают говорить перед Государственной Думой два часа, а Мишустину разрешили четыре. Где он объяснил, что будет запрещать вайп, чтобы детишки не страдали, а дальше перешел к теме того, как будут оказываться помощь детям, в частности в Луганской и Донецкой областях, они их называют ЛНР, ДНР, в Херсонской оккупированной части, в Запорожской оккупированной части и сказал, что подписал какие-то там указы очередные или там законы, не знаю, куда, чтобы нужно выплачивать пособие вот этим всем детям. В том числе, он хотел сказать усыновленным. Это слово он выговорить не смог. Кто не видел еще этот кусок видео, найдите где-нибудь. Он не смог выговорить, смешусь, это слово усыновленным. Он говорил его пять раз, но так у него ничего и не получилось. Он говорил его по буквам. В результате, ровно как я вам говорил первое слово акции за наследника Медвежонка, тоже по буквам. Не знаю, может быть, у меня возникла версия, может быть, Мишустин на самом деле тоже опасался, что его забанят кто-нибудь, его выступления в Государственной Думе не будут показывать за то, что он говорил слово усыновленным вместо слова похищенным. Потому что Гаагский суд уже признал, что эти дети похищены, а согласно словам Мишустина усыновлены. Либо он хотел показать будущему Гаагскому трибуналу, что я ничего не знал, я говорил слово усыновленным, но он знал, что они похищены. Естественно, подсознание заставляло его слово сказать похищенным детям, а он пытался сказать усыновленным детям. Итак, мы видим сейчас классический пример борьбы двух медвежат за наследие. Мишустин и Медведев борются за то, кто из них станет наследником Путина. Похоже, подтвердились слухи о том, что возможно грядет перемена в правительстве, возможно обратно вместо одного медвежонка, медвежонка номер два, то есть Мишустин поставит медвежонка номер один Дмитрия Медведева. Потому что сейчас идет спор о том, на кого записать поражение в войне против Украины. Ну а нам остается в этой ситуации только радоваться вот этой передряги, как два медвежонка дерутся между собой, как летит шерсть и точно так же наблюдать, как они за наследие Владимира Путина. Не так часто мы говорим с вами о втором медвежонке, о Мишустине, поэтому сегодня позволю себе задержаться на речи этого человека в Государственной Думе Российской Федерации. Главным тезисом этой речи, конечно же, стало не то, что я уже упомянул, а вопрос о деньгах, денежный вопрос. Мишустин рассказал, Мишустин, напомню, это премьер-министр России, мало кто это заметил, но тем не менее там есть такой человек. И вот он сказал, что дефицит бюджета Российской Федерации за первую декаду марта составил 3.3 триллиона рублей. Я понимаю, что вам сейчас не сказала ничего, ни слова декада, ни 3.3 триллиона рублей, это все непонятно, что это такое 3.3 триллиона рублей. Какая-то куча чего-то там. Перевожу на нормальный русский язык нормальные цифры. Итак, за 10 дней марта, 10 дней, с 1 по 10 марта бюджет РФ потерял, то есть в минусе, на настоящие деньги в переводе 41 миллиард долларов. 41 миллиард долларов за 10 дней. 41 миллиард долларов, чтобы вы понимали, что такое для бюджета, потерять 41 миллиард долларов. Это, например, весь бюджет Украины ну там трехлетней давности. Весь полностью бюджет годовой. Может четырехлетний, а может и трехлетний. 41 миллиард долларов. В день они теряют 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда в день. Год назад мы с вами возмущались вместе, что Запад покупает по-прежнему во время войны в России нефтегазовые, ну нефтегаз, и это приносит Российской Федерации 3 миллиарда долларов в день. Миллиард в день. А сейчас они теряют 4 в день. В марте они потеряли 4 миллиарда долларов в день. Конечно, это все не обязательно найдет отражение и в войне. То есть, есть у нас война вот та, которую на фронте героически ведут наши воины, а есть война экономическая, которая нам помогает против России вести западный мир, который наложил санкции, и вот к чему привели санкции. Подсчеты простые. В январе, да, раньше, чтобы вы понимали, до войны бюджет был профицитный в России, то есть каждый год оставались лишние деньги, и они их откладывали, складывали себе на память. Потом как раз США заморозило большую часть этих средств, они достанутся после войны Украине на восстановление, а тем временем сейчас Россия теряет. В январе минус 24 миллиарда, в феврале минус 11 миллиардов, это я в долларах в США уже говорю, и вот за первые 10 дней марта еще минус 41 миллиард долларов. Почему такое, кстати, происходит? Потому что, да, доходы все сократились, нефть и газ в Европу практически уже не продаются, но нефть вообще почти не продаются. В другие страны тоже мало, что теперь можно продать, логистика затруднена, а расходы в России растут, растут и растут, потому что все новых бойцов надо призывать на фронт, все новые гробовые надо выплачивать за убитых людей, давать деньги на похороны, и так далее, и так далее, и так далее. И, что примечательно, они рассчитывали на визит товарища Си. Мы все время рассматривали визит Си в Россию, в основном все-таки с точки зрения того, что он там, продаст ли он оружие или не продаст он оружие, станет ли он военным, как же это называется, союзником Российской Федерации или не станет. Си прямо на этой встрече, после встречи с Путиным, сказал, мы не являемся военным блоком, мы не являемся военными партнерами, то есть этого они не дождались. Но, как сообщило вчера агентство Bloomberg, как выяснилось, не дождались они и денег от Китая. Расчет был на трубу, на то, что будет построен второй газопровод «Сила Сибири-2», по которому пойдет 50 миллиардов кубометров газа, и вот этих денег как раз и должно было хватить Российской Федерации, чтобы, возможно, как-то затыкать вот эти самые дыры в бюджете, хотя, конечно, этих не хватило, там не такой-то большой трубопровод, это всего лишь треть от того, что продавалось в Европу. Но оказалось, что дело труба, что Китай отказал в строительстве этой трубы, что российский газ даже Китаю уже не нужен. Почему, кстати, так? Почему это похоже на правду? Российский газ токсичен. Смешно говорить, что газ токсичен. Газ и так токсичен. Но российский газ токсичен. Российский газ в любой день могут запретить. В Китае догадались, что если можно Путина объявить в розыск, то уж газ российский объявить в розыск можно только так в Европе теперь, в нынешнем состоянии. И взять и сказать, что каждый, кто использует русский газ, теперь у нас тоже попадает под санкции. Поэтому, похоже, китайцы решили не помогать. Итого, дело экономики труба. Как говорил Медвежонок один, наследник Медвежонок Дмитрий Медведев, денег нет, но вы держитесь. Счастья вам и хорошего настроения. А Мишустин говорит, все еще держится сам. Мишустин говорит, денег нет, но я держусь и буду держаться. Кстати, если кто еще не видел, то вчера, в четверг, на канале Шетельман вышел документальный мой фильм. Так говорил Березовский. Это как раз, почему я вспомнил, потому что это как раз про человека, у которого деньги таки были. Все-таки этот человек какое-то время занимал, безусловно, первое место в российском списке Forbes. Единственная проблема, что не существовало журнала Forbes в России тогда, потому что кому могло прийти в голову, что в России могут быть миллиардеры. Березовский был первым миллиардером в истории Российской Федерации, да и вообще, наверное, в истории постсоветского пространства. И какие-то подробности вы можете о нем узнать из этого фильма «Так говорил Березовский», который я снял, потому что вчера исполнилось 10 лет со дня его гибели. Прошу тех, кто еще не посмотрел, можете перейти по ссылке. Ссылка будет в описании, первая ссылка на фильм «Так говорил Березовский». И посмотреть этот фильм. Мне уже поступили отклики, успели поступить отклики от очень близких к Борису людей. И это были очень положительные отклики. Мне прям до слез было приятно это услышать, что оказывается я сделал неплохую вещь. Вот такая вот у меня реклама. Ну, кстати, раз уж я заговорил об этом, то у вас есть шанс сегодня стать 125-тысячным подписчиком канала «Шетельман». Если вы еще не подписаны на канал «Шетельман», подписывайтесь, станете 125-тысячным подписчиком. Если вы смотрите это видео на канале «Шетельман», то просто подпишитесь. Если смотрите не на канале «Шетельман», перейдите тоже по ссылке в описании на канал «Шетельман», подпишитесь, станете 125-тысячным подписчиком канала «Шетельман». Ну и, естественно, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что жительман за неделю когда-нибудь уже должен, наконец, набрать 100 тысяч просмотров. Чего-то пока этого не получалось, а у стримов получается. Еще одно объявление полезное о стримах. Стрим в это воскресенье, в грядущее воскресенье, как вы знаете, переводят часы. Ну, уважаемые, значит, зрители, которые из России, из Беларуси, у вас не переводят. В остальных странах переводят часы. Поэтому у нас теперь все по одному. Ну, как, в Украине, Беларуси, в странах Балтии, в Москве время будет одинаковое теперь? Нет, вру, господи. Короче, я уже сам запутался. В Украине, Беларуси и Москве время будет одинаковое. А, и в странах Балтии, по-моему, тоже. Вот, поэтому в воскресенье выйдет... Шитреман, не Шитреман, господи. В воскресенье стрим мой выйдет в 19.00 по Киеву. 19.00 по Киеву. Это будет 19.00 также по Минску и по Москве. Вот, что я вам хотел сообщить. 19.00. Не пропускаем, приходим, будем обсуждать события недели. Поговорив о богатых, мы должны упомянуть, конечно, на этой неделе и бедных. Бедных. Обедненный уран стал одной из главных тем для обсуждения вокруг нашей войны против Российской Федерации. Великобритания первой заявила, что поставит Украине снаряды с обедненным ураном. И завелись некоторые люди в России на тему того, что это уже вопрос... Что война перестает быть томной и становится ядерной. Конечно, это не так. Значит, обедненный уран, он не радиоактивен сам по себе, насколько я понимаю. Он используется потому, что у него высокая плотность. У этого обедненного урана высокая плотность. Он плотнее железа в 2,5 раза, по-моему. Поэтому, соответственно, получается, что он очень тяжелый. Из него делают броню и, наоборот, бронебойные снаряды. То, что поставят Украине, это бронебойные снаряды. Россия уже объявила, что все, это ядерная война, опять очередной апокалипсис. Но мы этих апокалипсисов уже от России пережили много. Кстати, советую нам всем не расслабляться. Мы понимаем, что в любой день, в любой из этих российских, скажем так, назовем их так аккуратно, политических лидеров, может же что-нибудь сотворить, жахнуть и так далее. Мы понимаем, что там происходит наверху. Но это никак не касается, естественно, обедненного урана. И никак не зависит от того, поставят нам обедненный уран или не поставят нам обедненный уран. Лучше всего на угрозы со стороны России по этому поводу отреагировал один американский чиновник по фамилии Кирби. Джон Кирби, он сказал следующее. Он сказал, что у нас есть замечательный совет. И россиян, если их действительно беспокоит настолько здоровье их танкистов, а россияне сказали, как вы подвергите облучению наших танкистов. Если вы заботитесь о здоровье ваших танкистов, у нас есть замечательный совет. Вы можете просто взять своих танки и своих танкистов и увезти их из Украины в Россию. И тогда наши снаряды никак не будут угрожать их здоровью. Ведь действительно, все исследования, которые проведены по поводу обедненного урана, они указывают, что возможно, если есть потенциальный риск, то есть не факт, что он есть, но если он есть, то только при попадании этого обедненного урана внутрь организма. А как обедненный уран попадет в организм российского военного? Только одним способом. Если российский военный переедет в Украину, то в его организм может попасть обедненный уран в виде как раз того самого снаряда противотанкового. Он улетит и попадает в этого самого танкиста, и вдруг у него среди его организма оказывается кусок обедненного Ирана. Не обедненного Ирана, а обедненного урана. И поэтому простой совет действительно уехать, просто сесть. Все знают, где Россия, хотя они не все знают, где Россия. Некоторые из них, вы же помните, да, я объяснял, что они даже не знают, где находится Российская Федерация. Говорит, мы здесь защищаем родину. Им не сказали, что их родина не здесь, не в Украине, а вот там. Но у них есть возможность уехать. Мне напоминает этот цинизм во время, такой же американский красивый в данном случае цинизм, который происходил во время войны в Косово, когда американцы впервые решили разбомбить югославские танки. Югославы там закопали танки на границе, закопали в землю, чтобы выстроить такую линию обороны. И американцы сообщили заранее, сегодня, вы знаете, сегодня будем бомбить ваши танки. В случае, если в танках окажутся югославские солдаты, мы будем очень сожалеть об этом. Вот так и здесь, да, нам присылают снаряды с объединенным ураном, да, украинская армия будет стрелять этими снарядами по российским танкам, да, нам будет очень жаль, если там окажутся российские танкисты. Кстати говоря, тоже, если говорить, мы сейчас говорим уже о войне, о том, что происходит на фронте, что будет происходить в ближайшее время на фронте. Заметьте тенденцию. Украина получит снаряды с объединенным ураном, то есть снаряды, в которых металл этот в 2,5 раза плотнее, чем железо, и это снаряды, которые отлично пробивают броню. Российская армия, напротив, в связи с тем, что у них заканчиваются нормальные танки, начала получать танки Т-54, производство времен Великой Отечественной войны и чуть позже. Как известно, они были уже и замечены, и зафиксированы, что они сняты, снимаются сейчас на Дальнем Востоке с дальнейшего хранения и направляются на фронт. Танки Т-54, у которых, как понятно, и броня, и ахти, и защиты активной никакой. Так что объединенный уран, то есть технологии такие, начало 21 века, встречаются, наконец, на фронте с технологиями Второй мировой войны. Помните, когда-то такие, есть была книга у Марка Твена, снова всплывает вторую неделю подряд Марк Твен, была книга «Янки при дворе короля Артура». И вообще много было таких фильмов, где есть так называемые попаданцы, то есть какие-то люди с современным оружием попали в прошлое и, естественно, способны легко при помощи пулеметов побеждать каких-то рыцарей. Вот сейчас примерно мы играем в попаданцев, получится, на фронте, потому что технологии 21 века столкнутся с техникой Второй мировой войны, с чем мы и поздравляем, естественно, армию Российской Федерации, как нам ее не поздравить сегодня. Московский физико-технический институт отменил на этой неделе выступление Дмитрия Муратова. Казалось бы, ну вот тоже мне новость, да, кто такой Московский физико-технический институт для нас. Но в этой новости, на самом деле, очень много символичного. Московский физико-технический институт, это такой вуз, когда-то считался, наверное, возможно, одним из лучших в Советском Союзе, а может быть и лучшим. Там преподавали такие люди, как Академик Сахаров, Ландау, Капица, все они, по-моему, были набережские лауреаты, так или иначе. Ну, так или иначе, в смысле, за разные дела, не для набережскими лауреатами. Вот такой был когда-то вуз, и он достался по наследству Российской Федерации. Когда разделили территорию СССР на разные страны, то на территории РФ оказалось много всяких вещей, созданных советскими людьми, в частности, вот Московский физико-технический институт. Почему я так говорю об этом? Потому что вот должно было состояться в ближайшие дни выступление Дмитрия Муратова, тоже Нобелевского лауреата. Понимаете, какой символизм. Кстати, среди преподавателей МФТИ, там гораздо больше было Нобелевских лауреатов. Это я тех, что я все-таки... Вы знаете, наверное, Академика Сахарова, Ландау. И Капицу, вы знаете. И вот Нобелевский лауреат должен был прийти и выступить. Но отменили. В последний момент отменили. Отменили указом ректора Дмитрия Ливанова, ректора Московского физико-технического института. Написал он примерно следующее в своем указе. К сожалению, несмотря на большой интерес физико-техов к общению с Дмитрием Андреевичем, это то бишь Муратовым, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций. Причем прежде всего со стороны людей, которые не имеют отношения к физико-техову. Специально хочу подчеркнуть, что Дмитрий Муратов не внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. И никаких препятствий для его общения со студенческой аудиторией нет, верноподиненчески говорит директор МФТИ. Тем не менее, в сложившихся условиях возник серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Вот так вот они отменили встречу с Ногиновским лауреатом Дмитрием Муратовым. Нам здесь в Украине, честно говоря, что Дмитрий Муратов, что МФТИ, казалось бы, все равно. Но мы много раз говорим в Украине о том, что нам нужно будет соседствовать с Россией. И ищем, пытаемся найти каких-то людей, которые могли бы быть нашими будущими партнерами в России. Российских оппозиционеров, либеральную оппозицию. Но когда я слышу такие новости, что в прошлом лучший вуз страны, в прошлом такая кузница кадров, нобелевских лауреатов и так далее, отменяет выступление главного редактора, Дмитрий Муратов, это главный редактор «Новой газеты», отменяет выступление главного редактора «Новой газеты», я могу сказать, что теперь, конечно же, этот МФТИ никак не... Ну, знаете, в любые такие смутные времена студенчество – это что ли основа протестности, основа либерализма. А теперь вот оно, основой реакции, основой реакции, а не либерализма, стал Московский физико-технический институт. Вот такая грустная по этому поводу, мне кажется, новость. Говорит о полной деградации любой какой-либо мысли на территории России. Если уж ректор МФТИ верно подденческий говорит, вы поверьте, мы когда его приглашали, мы знали, что он не в списке иностранных агентов, нам было можно, нам было можно, не наказывайте нас за это, пожалуйста. После войны мы должны все об этом помнить. Мы должны помнить, где во время войны был Московский физико-технический институт. Он был на стороне российского фашизма. Не зря он поэтому, кстати, внесен под американские и другие европейские санкции уже этот институт. Мы должны помнить о Большом театре балетном, в котором балерины танцевали этот спектакль «Спартак», чтобы деньги шли на помощь тем, кто воюет на территории Украины. Даже не мобилизованным тогда воевали, кстати, еще только профессионалы и ЧВК-шники. И вот балерины Большого театра танцевали это. Я думаю, что в дальнейшем, во время решения вопроса после войны о гастролях Большого театра по миру, надо будет обязательно об этом помнить и встречать Большой театр, если он как-то решится приехать за границу. Соответствующими словами благодарности за балет «Спартак». Вот некоторые говорят, я много раз слышу, что нельзя прерывать контакты с Россией даже сейчас. Нельзя прерывать, например, научные контакты. Мы же не должны разрывать научные контакты с Россией. Это с кем? С Московским физико-техническим институтом мы не должны прерывать научные контакты. Цивилизованный мир, я имею в виду. С тем самым, который запрещает выступление Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, потому что серьезный риск внешних провокаций и нарастание напряженности в нашем сообществе, как говорит ректор, по-прежнему есть люди, которые считают, что надо продолжать какое-то сотрудничество с Россией в области науки, несмотря на вот такой вот уровень деградации. На этой неделе состоятся два футбольных матча. Один уже состоялся, один будет. Российская Федерация, у них есть сборная по футболу. Вот в прошлом году они провели три матча, потому что все-таки полной изоляции добиться не удалось, российского спорта. Они играли с Таджикистаном, с Казахстаном, и с Кыргызстаном. Нет, еще с Узбекистаном. Узбекистан, Джекистан, Кыргызстан. Кыргызстаном даже смогли победить, с остальными сыграли в ничью. Но видите, там все время стан был. А в этом году у них тоже два матча, два с Ираном и с Ираком. С Ираном уже сыграли в ничью, остался Ирак. Вот я думаю, уровень матч сборной России по футболу со сборной Ирака, это должен быть высший уровень научного сотрудничества с Российской Федерацией после таких решений, которые мы услышали на этой неделе. Вот такая теперь в России должна быть наука. Радостные новости о снабжении Украины вооружениями. Они на этой неделе не ограничились, только передачей нам снарядов с объединенным ураном, о которых объявила Великобритания. США заявили, что раньше передадут Абрамсы, чем планировали. Тоже отличная новость. Из тех же США пришла новость, что наши военные гораздо быстрее, чем планировалось, обучились пользоваться системой противоракетной обороны «Патриот». Тоже хорошая новость. Конец Словакии, которая мы бесконечно благодарны, присоединилась к Польше и передала нам на этой неделе самолеты МИГ. То есть новости хорошие, прямо в большом количестве. Кстати, генеральный секретарь НАТО, Столтенберг, заявил, что НАТО может передать, рассматривать вопрос о передаче современных западных самолетов. Видимо, речь идет о БФ-16. То есть хороших новостей много. Но я сейчас буду вам капать ложку дегтя в эту бочку, реальную бочку, конечно же, меда. Президент Чехии Петер Павел выступил второй раз с заявлением. Подчеркну, это не то же заявление, которое мы с вами уже обсуждали многократно. Если вы помните, до этого я, в общем-то, согласился с Петром Павлом, который сказал, что у Украины есть только один шанс на большое наступление, на контрнаступление, что его надо провести успешно сейчас. Потому что второй раз столько никто не выделит на контрнаступление. Я сказал, да, понятно, только после очередного успеха дают новые вооружения. Так и происходило всегда на протяжении этой войны. Когда разбили наши военные, сумели разбить россиян под Киевом, Черниговым и Сумами, и в хвост и гриву погнали их до самой границы, то после этого, и все это делалось при помощи достаточно простых, мягко говоря, вооружений, гранатометов, ну, правда, были еще Байрактары, конечно, то после этого только Запад передал нам гаубицы современные, передал нам Хаймарсы. Потом при помощи гаубицы Хаймарсов мы освободили Харьковскую область, освободили остров Змеиный, освободили Херсон, и тогда нам стали передавать бронетроспортеры, танки и много других прекрасных вооружений, в частности, замечательные беспилотники американского производства, европейского производства. И сейчас мы готовим вот с этой всей техникой новое большое наступление. Тут все правда, нам не дадут еще что-то новое, если мы не сможем победить в этом большом контрнаступлении. Но Петр Павел, президент Чехии, вновь избранный недавно. Напомню, что это генерал натовский. Он почему-то выступил еще раз, второй раз, дал большое интервью, и рассказал он там примерно следующее интервью, это было взять Deutsche Zeitung, и там он рассказывал уже достаточно странные для меня вещи. Он сказал, в частности, что Украина сможет провести крупные военные операции только в этом году, потому что в 2024-м интерес США будет больше обращен на внешнюю политику. Какое-то это странное такое политиканство, правда? Ну, то есть, почему президент Чехии рассказывает, куда там будет обращен интерес США в 2024-м году, что якобы из-за этого уменьшится военная помощь со стороны США. То есть, вообще, он сказал теперь не то, что один шанс, а то, что вообще вот только сейчас, а потом вообще вы не сможете, потому что потом США будут заняты какими-то другими вопросами. Также он сказал, например, Украина должна учитывать усталость западных стран от войны. Почему усталость? Какая усталость? Все, устали воевать с фашизмом? Они устали, помню, была такая популярная наколка у зэков, устали воевать с фашистами западные страны. В общем, я уже рассказал о бочке меда, о том огромном количестве вооружений, которое на этой неделе нам либо было передано, либо было анонсировано, и это хорошо, и мы видим, что Запад нас поддерживает и продолжает поддерживать, но выговор товарищу Петру Павлу я бы записал. Надо сказать, это должное. Человек сразу приехал к нам в Киев, как только был избран, уже совершил свой визит, но надо присматриваться к этому человеку, что это за странные слова, которые он произносит в последнее время. Они странные. Я вас просто сейчас предупреждаю, просто обратите внимание. Бог Троицу любит. Давайте дождемся третьего обращения Петра, Третьего выступления Петра Павла по этому поводу. Посмотрим, что он имел в виду. Возможно, удаст какие-то разъяснения. Но я теперь советую нам держать ушки на макушке по поводу этого человека. В четверг произошли очень странные события. Возможно, вы, когда смотрите это видео в пятницу или вы его смотрите в субботу, возможно, вам уже известна развязка, возможно, вам уже известно, в чем было дело. Может, это получило продолжение. Но сижу я себе никого не трогу и вдруг вижу, что, оказывается, российские войска оставили новую каховку. Ни с того, ни с сего. Я даже задал вопрос, наверное, те, кто подписан на мой Телеграм-канал. Вы видели уже этот вопрос. Кстати, да, сразу говорю, что можно подписаться на мой Телеграм-канал. Там уже 22 тысяч подписчиков. Он тоже пригодится. Я там периодически рассылаю и какие-то свежие новости, и всю информацию обо всех видео. Предупреждаю, когда начинается стрим, стрим, как я уже сказал, в это воскресенье будет в 19.00. И, да, подписывайтесь, короче, на канал Шательман тоже. Если вы смотрите это видео не на канале Шательман, потому что видео мое с канала Шательман иногда бывает на других каналах с моего согласия, с моего разрешения, пожалуйста, подпишитесь, перейдите по ссылке и подпишитесь на канал Шательман тоже. Но я хотел сказать о другом, об этой новости, про то, что российские войска оставили новую каховку. Я даже сам стал распространять это с вопросом, потому что я не понимал, что происходит. Это было слишком неожиданно. Это типа уже наше контрнаступление или это российское контротступление пока началось. И надо сказать, что ведь сначала это сообщили какие-то непонятные российские телеграм-каналы, мне лично пришло со ссылкой на какой-то российский телеграм-канал и вдруг сообщил это украинский генштаб. А потом сам же украинский генштаб это же и отменил, сообщив, что там что-то ошибочно была использована какая-то информация. И я до сих пор так и не знаю, это все-таки началось героическое российское контротступление или же это все-таки действительно некая случайность. Это я заинтригован со страшной силой, потому что, конечно же, освобождение новой каховки стало бы очередным переломным моментом. В войне, в частности, можно было бы наконец снова закрыть водный канал в Крым, прекратить уже поставки на оккупированную территорию, пусть Россия сама, естественно, Крым снабжает, как она и обязана согласно военному всем конвенциям. Но пока новая каховка на момент записи этого видео, я его записываю в пятницу утром, не освобождена. Посмотрим, что будет дальше. Как сказала в эфире, это все произошло в то время, эти все события происходили, когда я выступал в программе «Глобус Украины» с журналисткой Татьяной Мартыновой, и она назвала все это меткой очень свадьбы в Малиновке, потому что опять власть меняется, потому что за время этой программы то мы освободили новую каховку, то мы не освободили новую каховку. И надо сказать, что та самая Малиновка, в которой свадьба была с Малиновкой, она там недалеко совсем от этой новой каховки, так что действительно и в Малиновке вот-вот возможно поменяется власть. Но есть один интересный, косвенный что ли признак, хорошая примета, добрая примета. Дело в том, что вчера, вот в момент, когда вот эти были события, то ли освобождена новая каховка, то ли освобождена, выступил так называемый у них рычагуляйтер, или как уж там называют, не знаю, оккупанты назначили своего руководителя Херсонской области Сальдо. И вот этот Сальдо, руководитель со стороны России оккупационных властей, выступил со следующим заявлением, что нет, новая каховка была и остается России, никуда наша армия оттуда не уходит и не уйдет. Ну, банально, проходное заявление, что-то интересного может быть. А я скажу что-то интересного. Мне это сразу напомнило одного человека. Дело в том, что недалее, как в ноябре прошлого года, прошло уже несколько месяцев с тех пор, в декабре, двое, четыре с лишним месяца прошло. Точно такое же заявление, только про другой город. Дословно такое же. Сделал заместитель Сальдо. Он сказал, что российские войска всегда были, есть и будут и никуда не собираются уходить из города Херсон. Что произошло через несколько дней? Российские войска ушли из города Херсон, а говорил эти слова товарищ Стремоусов. А что произошло с товарищем Стремоусовым? Ну, почитайте в разделе некрологов, я думаю. Это намек про товарища Сальдо и его дальнейшую судьбу. И в заключение, раз уж я сказал сегодня фразу «Бог Троицу любит», то в третий раз в передаче «Шетельман за неделю» исполню этот трюк, так сказать, я полюбил такое действие, открываю новости ровно годичной давности, то есть сегодня я открыл новости за 24 марта 2022 года, ровно год назад. Сразу скажу, что новости я открываю на сайте «Украинская правда», просто смотрю их подряд, и мы сравниваем, что происходит сейчас с тем, как мы жили год назад, сильно ли что-то изменилось, или ничего особо не изменилось. И вот, что мы видим в этом ретро-войне. Экс-командующий силами НАТО в Европе Путин может нанести ядерный удар по Польше. О, видите, то есть ядерные угрозы были уже тогда, надо же, как удивительно. Дальше, интересно, глава Еврокомиссии, господи, извините, я теперь как Мишустин заговариваюсь, да, не могу три раза произнести одно и то же слово, правда, он не может про похищенные детей сказать, а я про Еврокомиссию. Глава Еврокомиссии, РФ больше не сможет использовать энергетику для шантажа. Прошел год, и в чем мы убедились? РФ не может использовать энергетику для шантажа. Взорвали, к черту, ее северный поток. Нет больше никакого энергетического шантажа. Эту войну они проиграли. Тогда это было смелое заявление главы Еврокомиссии, а сегодня это факт. Малый и средний бизнес Украины оценивают убытки в 80 миллиардов долларов. Это год назад. Сейчас уже какие? 800? Я думаю, правда? То есть, тогда мы думали, что 80 миллиардов долларов это много. Донецкая область стала известна о смерти двух детей из-за действия Российской Федерации. Понимаете? Да, двух. Двух. Детей. Двух. Вот такой ужас, да? Сегодня мы понимаем, скольки детей смертью стали смерть скольки детей вызвана действиями Российской Федерации. Это мы еще Мариуполь не считали. Ким выложил видео обстрела Чернобаевки. Помните, какая с нами была радость Чернобаевка? Это та самая первая историческая Чернобаевка. Не 20-я, не 18-я, не 10-я. Первая Чернобаевка. Вот такие были тогда новости. Первая Чернобаевка. Пожары и взрывы в области Киевской киевлян просят плотно закрыть окна. Киевляне, смотрите же меня наверняка. Помните, март прошлого года, какая гарь стояла в воздухе, как приходилось действительно закрывать окна. Бои в Бучинском районе. Мы тогда еще ничего не знали про Бучу. До того, как мы про нее узнаем, остается всего неделя. До освобождения Бучи оставалось вот на сегодняшний день всего неделя, когда мы узнаем об этой главной пока трагедии войны нынешней. Что еще, извините, буду листать. Мариуполь умоляет о помощи, люди умирают от голода. Люди умирают теперь от Путина. От голода, может, не умирают, не знаю, морят ли там сейчас россияне голодом, но умирают теперь там люди от Путина. В Запорожье на полтора дня введут комендантский час. Но Запорожье по-прежнему, к сожалению, подвергается постоянным обстрелам. Россияне говорят, что готовы открыть коридор для иностранных судов из украинских портов. Готовы. Кто их теперь спрашивает? Как Турция прикажет, так и будет. Теперь у нас разговор с россиянами простой. Российские военные подговаривают коллаборантов похищать детей. Вот они и подговаривались коллаборантов. Теперь их президент так называемый, Владимир Куча так называемый. У них, да, какая страна такой президент. Президент России Путин в розыске как раз за то, что похищал украинских детей. А тогда они всего лишь подговаривали коллаборантов, а теперь у них президент в розыске. Вот. Ну и закончу. Закончу это тем, что курс это самое не курс, извините. Цена за баррель нефти превысила 120 долларов. Вот такая была радостная новость для россиян ровно год назад 24 марта. Сообщаю на 24 марта 2023 года цена за баррель нефти 75 долларов. И это за баррель марки Брент, которого у россиян нет. А за их Урал сраный дают уже скорее всего не 43 доллара, а по морде. Спасибо. Увидимся в следующий раз. Смотрите всегда Шетельман за неделю. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, сейчас лайк, кто досмотрел до конца. Пишем лайк, комментируем и приходим ко мне на стрим. Когда? 19.00. Воскресенье. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok